Когда люди пришли в негостеприимный Неман, все их силы уходили на защиту своих селений от кровожадных монстров. А паривших высоко в небе драконов, живших здесь издревле, не слишком интересовало происходящее далеко внизу. Однако нашелся один дракон, который поверил в людей и убедил остальных драконов, что эти двуногие – именно тот союзник, объединившись с которым, драконы смогут освободить Неман от древнего зла. Объединенная мощь оружия людей и магии драконов постепенно склонила чашу весов на сторону добра. Немало людей и драконов погибло. Немало лет потом отравленная обожженная земля была голой и бесплодной. Но вместе люди и драконы были силой, перед которой ничто не могло устоять. И даже сам Скарбор, могущественный повелитель тьмы, был изгнан в вечную пустошь. Как тогда казалось, навсегда. Очищенный от зла мир постепенно расцвел. Совместно изучая природу магических сил, драконы и люди научились использовать их во благо. Великолепные города выросли вокруг источников магии земли. Увы, недолго царило благополучие на землях Немаана. Не прошло и нескольких лет, как от ордена Анкагоритов отделилась группа фанатиков-зелотов, увидевших в драконах новую угрозу человечеству. Они решили, что драконы жаждут занять опустевшее место правителей мира и нанесли предательский удар, разорив кладки драконных яиц. Были, конечно, и другие люди, сохранившие верность союзникам и не побоявшиеся встать на пути фанатиков. Но мало их оказалось, а большинству была безразлична судьба драконов и не смог небольшой отряд людей чести побороть секту злодеев. И драконы, разочаровавшись в людях, решили оставить их наедине с самими собой. Оставив разоренные гнезда, они покинули Немаан. Только Анкагор ненадолго задержался, оставив пророчество, что Скарбор рано или поздно освободится от заклятия и вернется. Он украл в развалинах древнего храма последнее уцелевшее драконье яйцо и улетел вслед за остальными. И сбылось пророчество. Прошли сотни лет, но в конце концов снова появились полчища монстров и сравняли с землей все то, что строили когда-то люди. Армии попытались их остановить и были уничтожены. И единственная надежда, которая осталась у горстки выживших людей, на последнего дракона, а точнее молодого дракончика, которого маги смогли разыскать и призвать на помощь. Редактор субтитров А.Семкин